при поддержке футбол россии группа вконтакте всем привет с вами я александр лутахин и сегодня мы продолжаем играть карьеру за тренера за футбольный клуб цска и сразу переходим к матчу с динамо на котором мы закончили прошлую серию команда на поле игорь кенфеев наш капитан и мы начинаем погоду нас дождливая так чтобы он будет играть сложно ведь индия сразу отнимает мяч первый удар и ой-ой-ой что-то делаешь ведь и ему могли сейчас забивать спокойно спокойно могли забивать голову рядом со штангой до кабулов будет выносить мяч вчера сыграла ли свои матч как раз динамо и краснодар очень жалко за краснодар было потому что смотрелись но я смотрел только первый тайм и в первом тайме они намного сильнее смотрели севертона но динамо я не смотрел знаю что 1-0 и гол был забит на 93 минуте юрием жирковым надеюсь сегодня это не повторится с юрием не забьет он нам на 93 минуте а пока с мячом бюнтнер дает 5 на джуджика пас пас на джуджика чтобы делать дальше денисов с мячом пока игроки динамо и это заметно денисов опять с мячом заметно их преимущество бюнтнер надо отнимать уже подачи и угловой будет угловой и вальбу и надо выступление 1 для 29 мотивы льбу и на следующем думаю сезоне приобрести его ну а сегодня после этого матча наша задача будет приобрести сломона рандона это наша задача номер один и штанга штанга спасает ворота игоря кинфеева дубия контратака на витинью витинью на надха не прошла передача сразу мечом тошич опять не точный пас денисов перехватывает контратака теперь со стороны динамовцев еременко немного приостановил ее кастро кастро играет динамо набор еременко опять дает не точный пас да что такое преимущество пока на стороне московского динамо набор бютнер будет навес выбивай у ее и второй опасный второй опасный момент у наших ворот и это уже тревожно акинфеев выбивает мяч дубия пас на еременко и не прошла передача слишком сильно дубия дал пас с мячом бютнер третий номер динамовцев денисов вальбуина этот опасный малый все березуцкий василий здесь все справился муса пас на витинью витинью на миланова миланов на мусу муса и забивай еременко молодец дубия добивай и что офсайд неужели офсайда но я был в офсайде габула выбивает мяч у ее аккуратно аккуратно кто это был у нас это было нас игношевич аккуратно серёжа дубия пас на еременко смещается в центр бить надо удары прям защитников угловой по идее должен быть угловой да угловой тошич давайте кто на мусу там кажется стоит он не получилось на мусу березуцкий и и и и и и Разворота. Рубен Кастро, 33 года. Новичок Динамо. Пас на Кастро. Как раз... Кто это там был? Василий Березуцкий, кажется. Нет, это был Миланов. Денисов. Дает пас на Боу, на Боу. Надхо, молодец. Надхо, Биброс. Пас на Витиньо. Ай-яй-яй, не удалось. Губачан отнял мяч у Витиньо. И теперь с мячом игроки Московского Динамо. Козлов. Что будет делать он? Обратно дает пас на Губачана. Губачан. Проходит центр, но Надхо у него забирает мяч и контратака. У игроков ЦСКА. Думбия. Думбия удары и прямо в Бюнднера попадает мяч. Ой-ой-ой, неудачный пас. Надхо. Джуджик. Денисов. И прозвучал свисток. Это означает, что первый тайм закончен и счет 0-0. Так, Амкарм пока играет Зенитом 1-1. Продолжаем. По владению мячом, пока выигрывает Динамо, у него 59%. Да и по ударам, кажется, тоже. Надхо. Надумбия. Думбия. Навес. Миланов. Ой, Георгий, что ты делаешь? Или это не Георгий, я забыл его фамилию. Какую фамилию и имя? Кажется, Георгий Миланов. Болгарин он. Ну, Владимир Габулов это точно выносит мяч в центр. И тут Думбия. Думбия. Ой-ой-ой, Дуглас. Дуглас забирает мяч. Нашевич. Надхо. По основе тиндзя Муса. Муса отнимает мяч Бюнднер. Бюнднер. Или там уже был не Бюнднер. Томаш Губача. Показывает нам его. Губачан. На Бюнднера. Муса, молодец. Пас на Думбию. Вратарь Габулов. Габулов быстрее был. Выбивайте. Все, молодцы. Витиньо. Пас на Еременко. Еременко не успеет. На Бо первый оказывался на мяче. И дал пас своим защитникам. Точнее Губачан. Губачан опускает мяч. Это возможность для армейцев. А там не были руки, судья. Мне кажется, там была рука. Вальбуэна. Матьё. Пас на Джуджика. Навес. Навес. Игнашевич. Сейду Думбия. Удары и Габулов. Только Габулов спасает. Замена. А вот он и... Как раз Юрий Жирков выходит. Кстати, похож он в FIFA. Муса, что ты делаешь? Что ты сделал только что? Ахмед. Почему у меня тут 30 и 20 фп зайдет? Ладно. Странно это. Бютнер. Выбивает мяч на... Непонятно кого. Натхо. На Тошича. Тошич по флангу. Подача будет... Подача на ближнюю и... Только защитники выбили мяч. Березуцкий на Игнашевич. Игнашевич ваут. Молодец, Сережа. Вау дал пас и... Замена опять. Вильям Ван Куэр. Кто? Не знаю я этого игрока. Капитаном стал. Сразу. Новичков в Динамо оказывается много. И Робан Кастро. И вот этот вот молодой человек, который только что вышел. Натхо. Точно пас на Думбия. Ой-ой-ой-ой. Дуглас. Отнял мяч. И с мячом теперь... Джуджак. Венгерский. Правый полузащитник. Игнашевич. Надо отнять мяч. Джуджак. Проходит к воротам удар. И Акинфеев. Только Акинфеев спасает. Молодец, Игорь. Только Акинфеев спасает ворота. Все, отлично. Ой-ой-ой. Надо выбивать. Что такое было? Штрафной. Что случилось? Штрафной. А, в нашу пользу. Это хоть радует, что в нашу пользу. Так, Тошич. По флангу. Ой, Козлов отнял мяч. Теперь выбивает его в аут, да? Аут. Аут это хорошо. Неудачная подача. И теперь с мячом Вальбуэна. Может получиться контратака. Четыре минуты добавляет к концу матча. Березульский практически отнял мяч. Только почему он делает сейчас нападение больше? Так, наш аут. Возможность. Надху. Роман Еременко. Мне кажется, тут был штрафной. Просто завалили Романа. И первый тайм закончен. 0-0. В принципе, что могу сказать. Достойная игра. Ничья боевая. Боевая ничья, в общем. Мы идем на седьмом месте. Вместе с Зенитом. Так, что тут у нас? Игрок продан. Это как раз... Алан Загоев. Ну что, пытаемся купить... В рандона? Откуда у нас 84 миллиона? Да, это я там открыл, в общем. Понял. Потом покажу в конце. Так вот, это я не то что-то сделал. Там, в общем, одна... Прикольная штучка есть, которая, когда достигаешь девятого уровня, там, для какого-то... Там бюджет увеличивают тебе. Так, давайте 28-600. Так, далее. И что у нас? Загоев, его положение-то... Принято, да? Отлично. Кто хочет на место Загоева? Дмитрий Ефремов. Может, и будешь. Посмотрим. Дмитрий Ефремов. Так, зарплата. Ну, давайте мы бонус сделаем. Загоев, зарплату немножко поднимем. Пусть будет 95. Ключевой игрок, чтобы точно перешел. Следующая игра у нас с тульским арсеналом. Почему? Ага. То есть... Он считает, что он играет в топовом клубе, да? Суискать не топовый клуб. Ладно. Давайте попробуем за 120 ему зарплату. Сойду, нет. Сойду за 15. Ну, видите, вот цена 19500. А для вас с арсеналом. Вы же любите там транжирить. Азилу купили. Теперь можете и думбию купить. Блин. Следующий матч у нас с арсеналом. Арсеналом, да? Ну, его можно симулировать. Филимонов. Филимонов. Филимонов в воротах. В арсенал, да. Сергей Филимонов. Так, а у нас-то уже тем временем 1-0. ЦСКА выигрывает. Фернандес забил гол. У Игнашевича красная карточка. Замена Витиньи на Базилюка принесла свои плоды. И Базилюк забил гол. Ефремов выходит вместо Еременко. В общем, 2-0. Отличный матч. Думаю, все хорошо. Так не хотят. Принято. Ну что, добро пожаловать. В конце сезона мы тебе продадим за 68 миллионов. Руководство команды, да. Теперь будем думать. Вот так. И что будем делать? Ну блин, для всех игроков нету места, конечно, в нашем составе. Будем как-то менять, значит. Давайте посмотрим, какие схемы есть. Если эту... Нет, не надо. Надо 2 нападающих. 4-4-2 Это... Это слишком просто. Так, нет. А если вот эту схему... Что у нас тут? Тут вообще Еременко, а сюда Надхо... Эльма вместо Миланова. Так, Муса, 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 нам тут не нужен. Муса туда посидит. На замене. И поиграет у нас Щенников. В общем, такой состав. Да, применить. Давайте дойдем до последнего дня трансферного. До последнего дня дойдем мы. Так, ладно. Португалия. Не надо мне. 18500 Вольсбург. 18500. Не буду я продавать, но если купите за такие деньги, то пожалуйста, берите. А так он мне еще нужен будет. Ой, а у нас еще матч с Уфой будет, да? Это ясно, что он для вас слишком велика. Так, у нас матч с Уфой. Следующий. Что такое? Так, ладно. Все, Миланов, потом с собой разберемся. И думаю, потом разберемся уже с Уфой. Это будет уже в следующей серии. А так, с вами был я, Александр Плутахин. Подписывайтесь на канал APGame. В группу ВКонтакте Футбол России. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok